Вопросы. Кто? Who? Который? Which? Чей? Ча? Чо? Чи? Whose? Как? How? Сколько лет? How old? Как часто? How often? Как долго? How long? Как далеко? How far? Сколько? How many? Сколько? How much? Сегодня мы рассмотрим пять типов вопросов в английском языке. И, конечно же, примеры с ними. Для того, чтобы не ошибиться, главное понимать три вещи. Какой у вас будет вопрос, в каком времени его нужно задать и какой должен быть порядок слов в опросительном предложении. В этой статье мы займемся первым пунктом. Итак, пять типов вопросов в английском языке и примеры с ними. Обычно выделяют пять типов вопросов в английском языке. Мы кратко остановимся на каждом из них и рассмотрим примеры. Первое. Общий вопрос. Здесь вам даже не нужны вопросительные слова, так как сам тип вопроса не подразумевает их использование. Задавая общий вопрос, собеседник ожидает услышать от вас краткий, положительный или отрицательный ответ. Составляем мы вопрос так. Вспомогательный глагол плюс лицо плюс основной глагол плюс всё остальное. Например, Ты сейчас делаешь своё домашнее задание? Они ходят в кино каждую пятницу. Они ходят в кино каждую пятницу? Он читал газету, когда я позвонил? Ты мне дашь парочку рекомендаций? Твой брат на работе? Итак, это общий вопрос. Отвечаем мы на него так же. Are you at school? I am at school. Do you go to school? Yes, I do. I go to school. То есть в самом вопросе уже есть ответ. Специальный вопрос. Здесь вам уже понадобится вопросительное слово или даже фраза. С этого момента и должен начинаться специальный вопрос. Далее следует придерживаться стандартной схемы построения вопроса. Вопросительное слово плюс вспомогательный глагол плюс лицо плюс основной глагол плюс всё остальное. Итак, вопросительный глагол, вопросительное слово. Например, what, how much, where, whose, вспомогательный глагол, к примеру, do. Далее лицо. This, books. Или you. Или he. И далее всё остальное. Несколько примеров. Where are you? Где ты? Where do you go? Куда ты идёшь? На первом месте, как вы видите, мы ставим специальное слово. Вопросительное слово. Where. Сколько стоят эти книги? How much do these books cost? How much do these books cost? Вопросительное слово. How much? Вспомогательный глагол do. Что он здесь делает? What is he doing here? Вопросительное слово. Ставим на первое место. Далее вспомогательный глагол. Далее лицо. He. Где ты был вчера? Where were you yesterday? Вопросительное слово. Where. Всегда вопросительное слово на первом месте. Какой город он посетил на прошлой неделе? What city did he visit last week? Чья сумка была украдена? Whose bag was stolen? Альтернативный вопрос. Этот тип вопроса подразумевает наличие О. В переводе ИЛИ. До О все выглядит так же, как и в общем вопросе. А потом следует подходящее по смыслу дополнение. Строим вопрос так. Вспомогательный глагол плюс лицо плюс основной глагол плюс О, плюс альтернатива. Как вы видите в нашей табличке, разделительные. Пример. You are at school, aren't you? Простите, альтернативные мы сейчас разглядываем. Are you at school or at home? Как общий вопрос, только ставим О. Или. Мы видим общий вопрос. Are you at school? Так же и в альтернативном вопросе. Мы так же его строим. Are you at school? Только добавляем еще О. Или. Ты в школе или дома? Можно сказать, ты в школе? Тогда это будет общий вопрос. Если мы хотим сделать выбор, спросить или, или, это будет альтернативный вопрос. Строим так же, как и общий. Are you at school or at home? Общий вопрос. Do you go to school? Ты ходишь в школу? Альтернативный вопрос строим так же, только добавляем О. Do you go to school or to the park? Ты ходишь в школу или в парк? Еще примеры. Вы бы хотели чашечку чая или кофе? Would you like a cup of tea or coffee? Он делает домашнюю работу или играет в компьютерные игры? Is he doing his homework or playing computer games? Боб говорит на испанском или итальянском? Они были в Египте или Турции прошлым летом? Were they in Egypt or Turkey last summer? Разделительный вопрос. Как задать разделительный вопрос в английском языке? Если вы не знаете, как задать вопрос, то стоит освежить знания вспомогательных глаголов, так как они вам точно понадобятся. Обратите внимание на схему построения вопроса и примеры. Повествовательное предложение плюс вспомогательный глагол плюс нот плюс лицо. Он делает свою домашнюю работу. Правда? Давайте посмотрим нашу табличку. Разделительные. You are at school. Aren't you? Ты в школе. Не так ли? Aren't you? Не так ли? Aren't you? Если в первом предложении. Оно делится на два предложения. Первое плюс, второе минус. You are at school. Утвердительное. Aren't you? Негативное. Вторая часть всегда негативная. You are at school. Ты в школе. Aren't you? Не так ли? You go to school. Ты ходишь в школу. Don't you? Не так ли? Миранда на прошлой неделе была в Германии. Не так ли? Миранда was in Germany last week. Wasn't she? Первое плюс, второе минус. Они говорят по-русски. Они говорят по-русски. Не так ли? They speak Russian. Don't they? Ты не забыл позвонить ей? Так ведь? You haven't forgotten to phone her. Have you? Первое минус. Второе плюс. Так тоже бывает. Обычно второе минус. Негативное предложение в конце. Но бывают и исключения. Иногда и так говорят. Ты не забыл позвонить ей. Так ведь? You haven't forgotten. Идите. Have not. Не. С частичкой не. В первом предложении. Значит, во втором предложении строим позитивное предложение. Не негативное, а позитивное. Без частички not. Первое haven't. Второе have you? You haven't forgotten to phone her. Have you? Утвердительное. Второе утвердительное. Они не уедут в Прагу. Не так ли? Тут первое утвердительное. Значит, второе негативное. Как видим, вторая часть вопроса. Хвостик. Зависит от того, какое у вас было начало. Одна из частей, а не две одновременно. Обязательно должна быть отрицательной. Как задать вопрос к подлежащему в английском языке? Есть очень хорошая новость по поводу этого типа вопроса. Вам не понадобится вспомогательный глагол. Но нужно быть на сто процентов уверенным, что у вас будет вопрос именно к подлежащему. Чаще всего такие questions, вопросы, начинаются с who. И они адресованы тому лицу, которое совершает действие. То есть мы ответим этим самым лицом, о котором спрашиваем. Кто поёт вон там? Сколько людей пришло навстречу? How many people came to the meeting? Семь человек пришло. Seven people came. Кто говорит в гостиной? Who speaks in the living room? Ваша тётя. Your aunt. Итак, вопросы к подлежащему. Who is at school? Кто в школе? Who goes to school? Кто ходит в школу? Очень надеемся, что наша статья помогла вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.